На родину из кругосветного путешествия вернулся мастер спорта, яхтиный капитан океанского плавания и руководитель парусной школы при Федерации парусного спорта Татарстана, 72-летний Алмаз Алеев. Напомним, что из Казани вместе с Алмазом Алеевым отправились в путешествие 32-летний помощник капитана Эльфат Минибаев и 36-летний ботсман Виль Сагитов, которого позже сменил Иван Поликасов. За все время они пробыли более 45 тысяч километров через Тридеземное море, Атлантический, Тихий и Индийский океаны. Все подробности далее. В международном аэропорту Казань Алмаза Алеева с нетерпением ждали и встретили его семья, друзья и журналисты. Он поделился своими впечатлениями и рассказал о том, как он решился отправиться в кругосветное путешествие. В конце концов, один из первых походов, когда 1991 год был у нас, уже было какое-то решение, то, что нужно сделать не какой-то финишный рывок, я еще, может быть, еще постараемся походить. Ну вот, это завершение карьеры такой получается моей. Ну вот, сделали. Я доволен. Я доволен и не разочарован абсолютно. По словам Алмаза Алеева, земля со стороны кажется такой большой и невообразимо великой, а оказалось, что она как шарик, и ее можно проплыть. Из-за пандемии путешествие моряков могло не состояться, но все-таки они были решительны и стартовали 15 сентября из Стамбула. Тогда было страшно за команду, потому что и кончалось и топливо, и продовольствие, потому что отвечают же за жизнь экипажа и за состояние лодки. И, ну, как-то вот в море, в океане есть взаимовыручка морская. Несколько раз нас выручали моряки просто, снабжали нас продовольствием, топливом. Но, как ни странно, запомнилось больше всего капитану не океан, а общение с близкими, родными и ребятами-ехтсменами. Вот это, наверное, здорово. Прямо до слез доходило то, что в эти моменты было очень приятно. Инджи Минибаева, Ленартов Литьяров, Универньюз.